Объем иностранных инвестиций в Узбекистане в 2017 году вырос в 1,4 раза. Для специалистов очевидно, что это только начало, своеобразный старт перед бурным притоком зарубежного капитала. Так как анализируя периодичность прибытия в нашу страну представителей крупного бизнеса, вывод напрашивается сам собой. Главное суметь эффективно и в то же время продуманно воспользоваться открывающимися возможностями. Сегодня в медиа-центре национальной телерадиокомпании деловые круги Узбекистана и Японии общались друг с другом онлайн путем телемоста, рассказывает наш корреспондент. Организаторами прямого диалога выступили Хакимят города Ташкента и посольство Японии в Узбекистане. Как подчеркнули в начале встречи, телемост стал логическим продолжением активных шагов, которые предпринимают дружественные страны для налаживания взаимовыгодного сотрудничества. Основная цель нынешнего онлайн-общения – содействие налаживанию контактов между предпринимателями Узбекистана и Японии, презентация инвестиционного потенциала Ташкента, а также изучение возможностей финансирования новых инвестиционных проектов. Рассказали партнерами о проводимых в стране широкомасштабных реформах, направленных на либерализацию экономики и валютного рынка, улучшению деловой среды, защите прав и законных интересов малого бизнеса и частного предпринимательства, повышению инвестиционной привлекательности экономики. И все это уже дает результаты. К примеру, в прошлом году в столице было создано 535 предприятий с иностранным капиталом, а за первый квартал этого года уже открыто 249 производств на основе зарубежных инвестиций. Говорили о льготах и преференциях, создаваемых для партнеров. И те предприятия, которые инвестировали средства в эти малые промышленные зоны, они имеют льготу и освобождаются до двух лет от налога на прибыль, от налога на имущество. А так, если они также являются малыми предприятиями, то единственным налоговым платежам. Льготы в сфере здравоохранения, туризма, совершенствования инфраструктуры столицы, корпоративное управление, инновационные технологии, логистика, торговля, банковская сфера. Круг тем, которые заинтересовали японских партнеров. По мнению экспертов, данный форум станет прочным мостом, который послужит дальнейшему укреплению контактов между деловыми кругами двух стран, будет способствовать созданию новых производств с инновационными технологиями, откроет новый этап сотрудничества между Узбекистаном и Японией.